Капитан Зарубин, я думаю, что вы уже не знаю, сказали вам или нет, но так получилось, что исторически Россия обладает самым мощным, самым многочисленным ледокольным флотом вообще в мире. Кроме России, таким флотом обладает еще и США, соответственно, Финляндия и Швеция. Но Россия в приоритете, потому что около 44 ледоколов она имеет уже в наличии и 11 разработки. Возможно, даже цифры не совсем точные, но тем не менее, по сравнению с Америкой, конечно, разница удивительная, там около 7 этих ледоколов. Поэтому говорить о наших ледоколах – это одно удовольствие, на самом деле. Гордость берет за наш ледокольный флот. И если говорить конкретно про наш ледокол, то, вернее, все-таки скажу несколько слов о том, что в наследство от Советского Союза досталось несколько сразу десятков ледоколов современной России, в том числе атомной, которую крушили толстые арктические льды. Но со временем, поскольку все меняется, строятся уже современные суда, и вам уже удалось промывать на Нарской заставе, где вы воочию убедились в тем самым современном технологии. Вас ждут еще приятные удивления, когда вы побываете на наших других ледоколах. Но я хотела бы именно побольше рассказать о «Капитане Зарусе», потому что это ледокол классического такого, скажем, типа преодоления льдов. То есть построен он был, кстати, в Финляндии, точнее, в Хельсинки в 1978 году. И ледоколов такого типа построено всего 6. Всех, кстати, до сих пор в эксплуатации. И этот ледокол самый молодой из всех построенный. Ну, надо учесть, что вообще Финляндия – это давнешний наш партнер, и он поставлял нам достаточно много судов. Поэтому, кстати, об этом тоже более подробно вы узнаете на других ледоколах. Что можно сказать про нашего «Капитана Зарубина»? Во-первых, все эти корабли традиционно именовались именами самых выдающихся советских капитанов. И «Капитан Зарубин» в их числе. Более того, если говорить о характеристиках, то длина его, чтобы прямо не ошибиться, точно-точно – 77,6 метров, ширина 16,28 метров. Но какова его особенность? Как вообще можно разделить ледоколы? То есть по принципу как раз разламывания леда. Во-первых, есть ледоколы, которые своим острым носом как раз разрушают лед и раздвигают потом полынью. Есть же ледоколы, которые своим весом давят этот лед и тем самым его крошат, и помогают судам пройти след за ним. Конечно, наш ледокол – это второго типа ледокол. Он предназначался для того, чтобы, во-первых, сопровождать суда в водах со сложной ледовой обстановкой. Во-вторых, конечно, сопровождать научно-исследовательские экспедиции. Ну, я думаю, что такие спасательные операции, для спасательных операций предназначились другие ледоколы, которые вы увидите. У них там есть вертолетные площадки и так далее. Но наш, конечно, полностью использовался для исследования северо-морского пути. И этот ледокол, вот как раз сейчас, если смотреть, когда вы спуститесь, обратите внимание на его нос. Потому что как разной форштейнинг, он немножко скошенный, он позволяет на льдину заползать и потом, соответственно, его давить. Но если лед небольшой, толщина льда, то он может его разрезать. Какую толщину он вообще может разрезать? Ну, как правило, до метра. Вообще льды могут достигать толщину трех метров. Но этот ледокол может совершенно смело справиться с такой толщиной. Его скорость, в принципе, около 25 километров в час. Но когда он работает, именно когда он создает вот эту трассу для тех кораблей, которые идут за ними, то, соответственно, скорость его уменьшается, ну, примерно 3 километра. Это если, конечно, толщина будет чуть меньше полуметра, толщина льда будет примерно где-то около полуметра. Ну, повторяю, что бывают разные ситуации и сложные, и так далее. Но вот наш ледокол может совершенно смело с этим справиться. Я имею в виду до метра толщиной. Что еще можно сказать про ледокол? У него, конечно, совершенно интересный карман, на который мы сейчас с вами пройдем. И я вам скажу, в чем особенность этого ледокола. Продолжение следует...